Водят как пленных немцев туда-сюда Этих несчастных, так сказать, таджиков Которые прекрасно владеют русским языком Или вы отравитесь изжаренным ими пирожком Бояться этих вещей нет необходимости Что вас могут слушать, смотреть за вами Это, конечно, наступать на свободу человеческую Да где он, на свободу, такой личности? В Шарм-эль-Шейхе никакой революции нет Знаете, это очень сложный момент Приходят военные, сажают в тюрьму Где, например, в любую секунду акулы могут Отдика откусить бошку, например, или руки и ноги Самые известные люди России на самые злободневные темы Итак, трудно сказать, сколько сегодня в России Нелегальных мигрантов Их не касается перепись населения А списки федеральной миграционной службы содержат далеко не все имена Кто они? Непрошенные гости? Или мы сами их позвали? Может быть, они современные рабы? Или всего лишь новый класс разнорабочих мировой экономики? Называть их россиянами? Или сразу же, досрочно депортировать из страны? Кто они? Как нам относиться к этим людям? Вот об этом сегодня будут спорить участники нашего проекта Проблема с нелегальной миграцией Одна из самых актуальных тем и для нашего общества И для нашего государства И даже взять то, что Конечно, депортация нелегальных мигрантов Обходится налогоплательщикам То бишь нам достаточно Ну, в круглую сумму денег Я думаю, что проблема эта не национальная И не междунациональная Это проблема социальная Это проблема рабов И крышующих их рабовладельцев В России нет проблемы нелегальной миграции Есть проблемы с законом Поскольку есть проблемы с законом Очень серьезные То эту пустоту занимает коррупция Поскольку законов нету Сменяемости власти нету Контроля общественного нету То появляется коррупция И сегодняшняя нелегальная миграция Это огромная коррупционная кормушка Ну, конечно, если вы коррупционно набираете Через какую-то управу или ДЭС Привозите сюда тысячу киргизов По ведомости платите им 40 тысяч А на руки через старшего 15 То, конечно, русские там никогда не окажутся Зачем вам русские? Вам проще иметь дело с этой коррупционной схемой С учетом того, что у нас существует кадровый голод Нам нужны руки рабочие То есть, кто будет, условно говоря, делать ту работу Которую, скажем, москвичи или петербуржцы Или россияне Не хотят делать Просто, так сказать, в 90-е годы она, в общем-то, и не делалась Очень часто Просто поэтому города зарастали грязью И так далее Были там огромные цены на все Были там на фрукты, на овощи То есть нам нужны мигранты Нам они необходимы Нелегальная миграция означает подпольную экономическую деятельность А подпольная экономическая деятельность Это всегда, во-первых, низкое качество Во-вторых, цепочки взаимного подкупа А это уже угроза устойчивой работе всего государственного механизма Но в то же время есть замечательные мигранты Которые работают, ну, скажем, официантами или кассирами Которые прекрасно владеют русским языком К нам приезжают люди другой культуры Другой религии, другого языка Их присутствие в нашей этнокультурной среде Вызывает у значительной части нашего населения раздражение Я не вижу борьбы с нелегальной миграцией Я не вижу ни применения в действии Закону статьи Уголовного кодекса наказания за рабовладение Я не вижу введения визового режима Я не вижу многих других необходимых мер Хотя бы уже с точнее борьбы с наркоманией Поэтому эти конфликты будут усиливаться Количество убийств и изнасилований будет расти Которые совершают мигранты Неважно, легальные или нелегальные Та политика, которую проводят дело с Российской Федерацией На протяжении 15 лет, она потерпела фиаско То есть это все равно, что бороться с наркоманией путем легализации наркотиков Вот таким образом Российская Федерация боролась нелегальной миграцией Есть иммигрант, давайте его легализуем И он типа станет легальным, а значит законопослушным Это абсурд Наш Михаил Ром в своем обыкновенном фашизме Обо всем рассказал, к чему приходит страна Где межнациональные конфликты решаются на уровне создания боевых дружин Штурмовиков и так далее, и так далее Сейчас мы задумывались, просто пришел период, когда количество переросло в качество В качество этой проблемы Я все время хожу по Москве, вижу огромное количество мигрантов Никто их не преследует, никто их не прессует Езжу на такси, такси как возили, так и возят Почти исключительно узбеки, разговариваю с ними Никакого волнения и недовольства они не высказывают На девять десятых это журналистская болтовня Я видел дворников, которые уже держат стаканчики такие пластиковые И наливают водку из бутылки И оглядываются, выпивают Это уже наши русские люди Я с удовольствием с этими дворниками выпью, даже постою Решение этой проблемы пока не найдено Но общество и власть хотя бы начали открыто говорить о проблеме нелегальной миграции Конечно разговоры пока очень осторожны Если против мигрантов народ настроить То некем будет строить А вот русские не хотят работать Они бунт рабов могут устроить Отправить что ли иностранцев домой Их ничего не связывает с этой землей Они стараются вернуться обратно Да, больно, да, неприятно Мигрантов нам, увы, не переделать Большинство из них ничего не умеет делать История показывала, к сожалению, не раз Ничем они уже не отличаются от нас Технологии меняют мир В фантастических сюжетах прошлого Любой прорыв в науке менял жизнь человечества к лучшему Но современные фантасты предрекают нам, увы, уже не технократический коммунизм А жесткий киберпанк Мы настолько запутались в соцсетях Что мы верим во взаимофренд, как в дружбу Мы гордимся тем, что мы не смотрим телевизор А получаем всю информацию из тотального интернета Спецслужбы тоже не отстают от граждан, которые хотят получать информацию из сети Не успели мы узнать, что это произошло на мировом уровне Как российские спецслужбы уже попросили у законодателей право отслеживать сетевую жизнь граждан Стоит задуматься Нужна ли мне или тебе частная жизнь в интернете? Ведь вы же не возмущаетесь, что вас перед самолетом раздевают, если им надо Если они переживают, прозванивают, просвечивают и запрещают вам даже водичку взять с собой Потому что это ваша безопасность Существует более 17-18 тысяч сайтов При том, что в начале 2000-х был один Аннеда на арабском языке А сегодня на всех языках Где вы можете увидеть рецепты приготовления взрывчатки Как ее закладывать, куда закладывать Расписание самолетов и поездов Как создавать ячейки, как вести себя на допросе Серии фильмов, которые должны вас ввести в мир джихада Мультфильмов для детей младшего школьного возраста Вроде Аль-Каида на Аравийском полуострове Замечательный голливудский стиль мультфильм Рок и рэп музыки для подростков Сегодня в джихад вас втащат на любом возрасте Нужно ли пресекать такого рода интернет-ресурсы? Да, конечно Найти террориста Торговца наркотиками Торговца оружием Какие-то криминальные бригады, которые используют для этого Педофилы Есть целое сообщество, вскрывают Только таким путем, а как по-другому-то? По всем законам Это, конечно, наступать на свободу человеческую Нельзя И так у нас есть и прослушки И отслежки, и все, что хотите Но еще влезать в это Это тогда Я ничего запрещенного не пишу, не делаю И ничего запретного Если я хочу рассказать анекдот про Путина, я его расскажу И Путин сам посмеется над этим анекдотом Потому что он человек остроумный Понятно, что это все ляжет на наши с вами плечи Поэтому я готов дискутировать на ту тему Насколько нужно или не нужно проверять информацию, которая исходит от меня Но мне точно кажется, что это не нужно делать за мой счет Наши спецслужбы давно уже Все эти моменты делают Не нарушая законодательство А иметь такую возможность И в случае необходимости по решению суда Включиться и промониторить любого человека У нас есть такая норма Она определена действующим законодательством И принимается это решение по решению суда Нравится это кому-то, не нравится Но это произойдет, если в этом будет такая необходимость Если вы человек честный, вам вообще говоря нечего скрывать Пожалуйста, я могу свою переписку, свои контакты Свои записи в фейсбуке вообще открытыми и так делать В этом смысле совершенно прозрачно Это было бы оправдано в том случае Если бы у нас было правовое государство Если бы не было нарушений закона в других областях Если бы спецслужбы не шли на эти нарушения закона Ну вот, например, если бы, допустим, спецслужбы С помощью их вот этого доступа к трафику Можно было бы превентивно предупреждать какие-нибудь преступления, например Но этого же нет, мы этого не видим То есть эффективность спецслужб в любом случае равна нулю Есть у них доступ к трафику, нет у них доступа В любом случае это полицейская мера Пожалуйста, отказывайся от этого, езжай, живи в тайге При вот советском режиме, как его называют, тоталитарном и прочее Каждый гражданин Советского Союза и не только Обладал гораздо большей степенью свободы, большими правами, чем сегодня Частной жизни в сети больше нет И, возможно, никогда и не было Давайте еще раз послушаем, что об этом думают наши собеседники Знаете, человек находится постоянно под колпаком Мы должны просто понимать, в каком государстве мы живем Этих людей надо знать Вам вообще, говоря, нечего скрывать Взломанная почта, реальность или пугалка? Пользуйтесь, смотрите, мне не жалко А слушайте его тоже элементарно Это, конечно, неприятно Прослушка в интернете – такая важность Потому что это ваша безопасность Мне это вообще не волнует Иначе нас просто всех не будет Давно уже в России работает прослушка Это такая недешевая игрушка Вот в этой сети паутинная Все мои аккаунты в соцсетях под моей фамилией Какую бы чудь не несли в интернете Ну, в этом есть своя прелесть Ну, пусть люди добавляются У нас в студии депутат Государственной Думы Павел Дорохин Выберите, кто для вас предпочтитель из мигрантов Таджик или молдаванин? Суть вопроса не передает позицию меня Как гражданина, как человека У нас же интернационализм Для нас все люди хороши Но она должна быть в рамках политики А не в рамках хаоса Приезд сюда Скажите, значит, государство не контролирует миграцию? Мигранты приезжают бесконтрольно Заранее мы не знаем, где, в каких областях Каких даже территориальных подразделений государства Они нужны Как это делается в той же Европе Как делается в Белоруссии Которые заранее определяют Сколько, когда и куда их нужно И для этого с предприятий получают заявки От организации территориальных комплексов И на основании этого распределяют Тогда не будет хаоса Не будет приезжать, как мне недавно Губернатор Камчатки рассказывал Что туда два борта Каждую неделю прилетает Петропавловск Без всякой договоренности Но у них есть вот эти карточки регистрационные Которые действуют на всей территории всей России Хорошо, даже если у них будут визы И будет внесен залог Государство сможет их контролировать? Нужны трудовые визы Нужны залоги Должен браться залог с иммигранта Для того, чтобы в случае Соответственно криминального поведения Лицеприятного поведения Этот залог был использован для депортации Около 10, если не больше, миллиона человек Которые приезжают сюда на время Приезжают сюда только, чтобы заработать Не пытаются социализироваться в целом С населением, коренным населением России И из-за того, что они часто теряют работу Не могут нет средств на существование Идет волна криминала И уже жители России во всех городах стонут Снова, Дон, по-вашему, беженец или мигрант? Ни тот, ни другой Он герой или преступник? Герой Для России или для Америки? Для некоторых патриотических слоев Америки Он тоже герой Те, кто выступают против неограниченного контроля Электронными СМИ Фактически спецслужбами За жизнью, судьбой человека Он тоже герой Когда вы в последний раз подслушивали? Я никогда не подслушивал Никогда? Нет А в детстве? У меня не было такой привычки Бог все знает? Абсолютно А спецслужбы? Не все Вы считаете, что прослушка может спасти нас От терроризма и террористических актов? Если это делается целенаправленно По определенной разработке Которой докладывают следственные органы То да Но вот здесь как раз мы находимся Где грань этот может быть перейдена Где не может быть перейдена В интересах, прежде всего, граждан Рядового гражданина Сложный вопрос Куда поехать отдыхать? В Израиль или в Таиланд? Я бы предложил поехать на Камчатку Где я был недавно И как раз предложил губернатору Камчатки О том, что усилить работу В плане простроительства дорог Костинец и так далее Прекрасный край Вумканы, сопки, Тихий океан Медведи с лососем, икра И вот только сейчас мы поняли Что необходимо развивать страну В том числе и внутренний туризм В интересах и наших граждан И зарубежных туристов Какой у вас лично символ Египта Если исключить пирамиды и сфинкса? Ну, это так называемая Оранжевая исламская революция Последних двух лет Она неправильно называется Значит, арабская весна Не весна, а исламская революция Фактически, националистические исламистские силы пришли к власти Вот это ярый образ Египта Не туристический, а политический С нами был депутат Государственной Думы Павел Дорохин Если вдруг завтра В потоке телевизионных новостей Вы видите растиражированный сюжет О том, как во время одного из вооруженных конфликтов Разрушили египетские пирамиды и сфинксов Вы ведь даже не удивитесь, правда? И как так случилось, что всероссийская здравница Превратилась в территорию с непонятным статусом И совершенно неясным завтрашним днем И самое главное Ехать ли сегодня в Египет? Мы почему-то всегда думаем, что ни революции, ни болезни, ни катаклизмы Лично меня не коснутся Вот всех касаются, но лично меня нет Титаник это не тот корабль, на котором поплыву я Нет, иногда это тот самолет, это тот корабль Это та гостиница, иногда это именно та страна И поэтому вот здесь нужно подходить очень серьезно к этому вопросу Я уверен, что наши туристы могут туда спокойно ехать По той информации, которую мы получаем На курортах все спокойно Стоит ли ехать в государство, в котором может вспыхнуть гражданская война В любой момент, в любом узле А гражданская война это мародеры, это бандиты, это грабежи, это заложники Это аресты для цели выкупа и все, что хотите Ехать, конечно, можно и нужно И даже устраивать экскурсии в Каир, в Александрию И смотреть на то, как люди отстаивают свои гражданские права Это тоже важная часть культурной программы Которую современный Египет может предложить туристам из России Ну, у нас любят экстремальный отдых Почему бы не съездить? Я бы не поехал в мои годы А если вам нравится посмотреть, как люди друг друга стреляют из крупнокалиберного пулемета Пожалуйста, мистер просит Конечно, Египет изможден Он, конечно, ужасно устал, судя по кадрам, которые мы видим И по отзывам, и потому что так или иначе доносятся оттуда буквально крики о помощи Измождено местное население Измождены, собственно, обескровлено туристической отрасль Туризм – это один из основных источников их ВВП и дохода государства Поэтому при любом раскладе, кто бы там в итоге не одержал верх Туризм в Египте будет лелеяться И туристам будет там спокойно и хорошо Непонятно, что там произойдет дальше И пока где отдыхают в Хургаде или других курортных городах, вроде бы более-менее спокойно Но на самом деле осламисты настолько ведут себя агрессивно, что если начнется там, скажем, огонек, то, а он же начался, то будет огромный пожар Российский человек едет куда угодно и зачем угодно, и у него иногда не бывает четкой выраженной логической мотивации Едет по мнению человеку Вообще мы нация хиппи, вот мне представляется по тем неразумным решениям, которые мы принимаем Мы нация хиппи, которая ради процесса действует, а не ради цели Кто едет в Египет, давайте составим портрет человека Обычно это урила, например, которым всю жизнь не хватало красивой жизни, чтобы было все включено И таким способом обыватель хотя бы раз в год пытается почувствовать себя человеком Вот почему-то немцам, австрийцам, голландцам и прочим как-то вот очень лучше попку целуют А нам как-то вот даже в локоть не стараются, да, зацеловать Поэтому, ну не хочется быть человеком второго сорта А в Египте все равно-то как-то вот, как-то чужой немножко Ехать туда это просто какое-то преступление против своей, так сказать, родины Ну чушь какая-то, кажется, зачем ввести деньги туда, где нас не любят, грубо говоря, зачем? Вложить ее в собственную землю, вот меня всегда удивляет Почему люди не хотят покопаться в своем огороде, не считают это отдыхом? Надо любить свою родину, надо быть патриотом Ну я думаю, что поток все равно не ослаблен Дешево, вкусно, сердито, Красное море очень красивое Поэтому сейчас полуляжется немножечко Увидеть Египет и умереть Пока этот каламбур только шутка Еще раз коротко для тех, кто думает провести свой отпуск среди пирамид Ну ехать однозначно стоит всегда Я в июте не была никогда Есть люди, которые любят экстрим У нас есть Сочи, у нас есть Крым Революции наш турист не пугается Где только-только разгорается И отдых, и солнце, и все прекрасно К нам немножечко относятся своеобразно В стране пирамид к туристу внимательно Египтяне в этом плане, они люди очень сознательные Египет прекрасная страна Половина жителей Египта с этим не смирится никогда В шею с курорта гнать террориста Готовы в груди встать, защитить туристов И даже устраивать экскурсии И в Египте, и в Турции Сегодня мы с вами поговорили о нелегальной миграции О прослушке в интернете И о турах в революционный Египет В следующей нашей программе О Сочинской Олимпиаде О проблемах продления жизни О вреде и пользе затянувшихся праздников Самые известные люди России Спорят по самым актуальным вопросам До новых тем Субтитры создавал DimaTorzok